Добрый вечер! В эфире выпуск новостей в студии Елена Самарина. И вот главное к этому часу. Подготовку к взрывным работам провели специалисты ГОЧС Алтайского края. Тренировка прошла на акватории Аби. Лед будут взрывать, чтобы устранить заторы на водоемах. Новый возраст выхода на пенсию обсудили в региональном отделении социального фонда. В этом году 58 лет для женщин, 63 года для мужчин. В Барнауле почтили память погибших во время теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле. На мемориале славы зажгли десятки свечей. Высококлассные специалисты предприятиям края. Студенты Алтайского транспортного техникума получают навыки на передовом оборудовании в модернизированных аудиториях. Образовательный кластер «Транспорт» создали на базе учебного заведения благодаря федеральному проекту «Профессионалитет». Техникум посетил губернатор Виктор Томенко. Пары у студентов Алтайского транспортного техникума проходят в условиях, приближенных к реальным производственным. В этом убедился лично губернатор Виктор Томенко. Он побывал в мастерских сварочных технологий, окраске автомобилей, кузовного ремонта. Обучение на современном оборудовании в обновленных аудиториях началось в сентябре прошлого года. Все выпускники мои, которых достаточно, приходят и говорят, мы снова хотим учиться. 105 миллионов из федерального и краевого бюджетов направили на создание образовательного кластера «Транспорт». Аудиторию учебного заведения капитально отремонтировали и укомплектовали новым оборудованием. Федеральный проект «Профессионалитет» изменил подход к обучению в заведениях среднего профобразования. Выпускники техникума готовы к работе с первого дня после получения диплома. Я очень рад, во-первых, что есть много сетевых партнеров у нашего техникума, которые вместе вот такой кластер и образуют сетевые партнеры. Это такие же наши учреждения среднего профессионального образования, краевые, которые взаимодействуют и тоже на своих площадках готовят будущих специалистов. С одной стороны, с другой стороны, есть большое количество индустриальных партнеров, которые и деньги вложили сюда. Индустриальные партнеры предприятия транспортной сферы Алтайского края выделили 18 миллионов рублей на создание кластера. Они активно сотрудничают с техникумом, направляют ведущих специалистов обучать студентов и готовы предоставить выпускникам рабочие места. Экономика Алтайского края остро нуждается в хороших профессиональных кадрах. Благодаря этому кластеру «Профессионалитет» мы планируем закрыть эту проблему. Хотел бы, конечно, поблагодарить федеральный бюджет, краевой бюджет за поддержку этого нужного проекта. 325 человек приступили к обучению в кластере с 1 сентября прошлого года. Еще столько же планируют набрать в этом. В 2025-м будет уже 350 мест. Итого 1000 высококвалифицированных специалистов. В настоящий момент по профессиям сроки сокращены до 2 лет, по специальности до 3 лет. Но это все интенсивное обучение. И вот это все позволяет непосредственно ребенку выйти с теми квалификациями, которые нужны предприятиям Алтайского края. Также губернатор посетил площадку проведения второго регионального этапа чемпионата профессионалы. Он проходит на базе транспортного техникума. Около 400 школьников и студентов соревнуются в 56 компетенциях. Кто-то из них представит край на федеральном уровне. Каждый из них уже победитель. Эти ребята стремятся менять жизнь в регионе к лучшему. Анна Москаленко, Анастасия Меншакова, Денис Кузьменко. Новости. Приемная кампания в первые классы стартует 1 апреля. В этом году в краевой столице первоклассников будет меньше, чем в прошлом. Примерно на 500 человек. Около 10 тысяч. Об этом рассказала заместитель председателя городского комитета по образованию Наталья Михальчук. Внеочередное право на зачисление в школу имеют дети бойцов, находящихся в зоне СВО, а также погибших в ходе спецоперации. Дети военнослужащих, сотрудников полиции, УФСИН и Росгвардии по месту жительства. Преимущественное право записи в первый класс имеют братья и сестры, тех детей, которые уже учатся в этой школе, а также дети, проживающие на закрепленной за школой территории. Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно четырьмя способами. Это все дети, которые в электронном виде через портал государственных услуг, это в электронном виде через портал образовательных услуг Алтайского края, это при личном обращении в школу непосредственно и через почтовое письмо с уведомлением. Как показывает опыт прошлых лет, самый удобный и быстрый способ подать заявление через единый портал госуслуг. Уже сейчас родители могут сформировать черновик документа и направить его сразу после начала приемной кампании. 1 апреля в 8 часов утра. Добавлю, прием заявлений на зачисление в первый класс продлится до 30 июня. Я продолжу обновление пассажирского транспорта, строительства и капитальный ремонт дорог, а также современный аэровокзальный комплекс. Это требования времени и запрос жителей Алтайского края. Условия будущего развития региона, как туристического, аграрного и промышленного центра. Итоги работы транспортной отрасли обсудили сегодня в Барнауле. Министр транспорта региона Антон Воронов отметил рост инвестиций по всем основным направлениям транспортной отрасли. В Барнауле начато строительство долгожданного нового аэровокзального комплекса. Серьезно обновили подвижной состав на пригородных направлениях железнодорожных перевозок. Впервые за много лет обновляют и речной транспорт. Мы перешагнули миллиарды инвестиций и в пассажирском транспорте, и в городском электрическом, и в части приобретения автобусов. Тоже такой впервые факт, о чем нам следует говорить. На что это было все направлено? Естественно, все направлено на достижение комфортных условий для нашего с вами населения, для наших пассажиров. Губернатор края Виктор Томенко отметил, что транспортная отрасль в числе первых испытывает на себе санкционные ограничения со стороны недружественных России и стран. Однако, благодаря труду тысячи специалистов успешно преодолевает давление. Основные показатели растут. Благодаря поддержке федерального центра и инфраструктурным бюджетным кредитам удается решать сложные задачи. Например, обновлять пассажирский транспорт и строить дорогостоящие транспортные развязки. Наши финансовые возможности тоже понемногу увеличиваются. Мы над этим целенаправленно работаем. Безусловно, поддержка руководства страны, нашего президента, правительства Российской Федерации, продолжение реализации национальных проектов, объявленных Владимиром Владимировичем Путиным. Они завершаются в этом году. Надо достойно все результаты нам, так сказать, подвести. Мы хорошо с вами идем по графику достижения итоговых результатов. Глава региона также напомнил, после завершения нацпроектов, начатых пять лет назад, предстоит приступить к решению задач развития до 2030 года, сформулированных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Масштабные планы отрасли на 2024 год включают завершение возведения здания нового аэровокзального комплекса в аэропорту Барнаул имени Германа Титова. Будет готов теплый контур, как говорят строители. После этого можно приступать к внутренней отделке и установке оборудования. Специалисты ГОЧС Алтайского края провели тренировку по взрывным работам над акваторией реки Аби. Обычно взрывы совершают в период паводка, чтобы устранить ледовые заторы. Подобные мероприятия проводят каждый год для того, чтобы отработать слаженность действий взрывников и летчиков. Во время тренировки на лед сбрасывают муляжи. Мешки с песком весом 42 килограмма. Такой вес у настоящей взрывчатки. В армии это называется боевое слаживание, потому что люди же ведь целый год не занимались этим. Надо как-то будет. А мероприятие очень и очень опасное, потому что когда взлетаем, тонна взрывчатки, экипаж, взрывники, там ошибиться нельзя ошибаться. Лед взрывают на тех участках, где возникают заторы и угрозы затопления населенных пунктов. Основную опасность в Алтайском крае представляют реки Чумыш, Бия и Черыж. В Барнауле состоялся первый масштабный женский бизнес-форум «С любовью о бизнесе». В нем приняли участие более 500 женщин-предпринимателей не только из Алтайского края, но и предпринимательницы из Москвы, Челябинска, Иркутска и других городов России. Подробнее далее. «С любовью о бизнесе». Гости форума с таким названием поучаствовали в дискуссиях, мастер-классах по организации структуры предприятия, ораторскому мастерству и продвижению собственного бренда. Главным спикером форума стала московская телеведущая и стилист Лина Дембикова. Она рассказала о том, какие бизнес-стратегии сейчас актуальны, как открыть свое дело с нуля и привлечь инвестиции. Сегодня будем по большей степени говорить про кейсы. Будем на примере других бизнесов, которые работают в нашей стране, разбирать примеры, смотреть, актуальны ли они для вашего региона, актуальны ли для вашего бизнеса. Потому что я думаю, что аудитория разноплановая – это разный сектор бизнеса. Но женщины обычно занимаются социально значимым, добрым, важным бизнесом. Поэтому очень хочется им помогать развиваться. Своим опытом на форуме поделилась и Наталья Зимцова. Она ведет семейный бизнес по производству продукции из целебных трав. Она считает, что совмещать бизнес и семейную жизнь просто, если вкладывать в любимое дело душу. Если вы чувствуете в этом свое предназначение, вы чувствуете энергию работать и совмещать, то, пожалуйста, это несложно. Это идет от сердца, от души и с удовольствием. Никогда не самоустраняюсь. Наоборот, всегда в курсе событий стараюсь быть. И наша компания тоже старается соответствовать и всем тенденциям, и современным экономическому состоянию в стране. На форуме обсудили организацию бизнеса, инвестиции, профессиональный духовный рост, а также рассказали о том, как совмещать быт с бизнесом и оставаться при этом женственной, творческой и энергичной. Новый формат такой, более масштабный, сделать для них именно с содержанием, которое им интересно. Не только про бизнес, здесь и про гармонизацию отношений между бизнесом и семьей, собственную мотивацию, где ее найти. Для тех, кто только начинает вести свой бизнес, это была встреча, где они смогли подчеркнуть новые знания и вдохновения. Для женщин-предпринимателей, которые ведут свое дело уже долгое время, это прекрасная возможность поделиться опытом. Анна Москаленко, Марина Семичева, Анатолий Фукс. Новости. Пенсионный возраст для женщин в этом году 58 лет, для мужчин 63 года. Об этом заявила управляющая отделением социального фонда России по Алтайскому краю Ольга Клендухова. На итоговом совещании регионального отделения соцфонда России. Напомню, с каждым годом пенсионный возраст для мужчин и женщин в России будет немного меняться. К 2028 году его повысят окончательно. Он составит 60 лет для женщин и 65 для мужчин. Чтобы выйти на пенсию в этом году, нужно соблюсти несколько условий. Также необходимо выполнение определенных условий. Прежде всего, это необходимый стаж не менее 15 лет и пенсионные коэффициенты, которых нужно в этом году, чтобы выйти на пенсию, иметь 28,2 пенсионных коэффициента. Процент работающих пенсионеров в Алтайском крае всего 13,7% от всех получателей выплат. Это самый низкий показатель по России. Напомню, средний размер выплаты у неработающих пенсионеров в Алтайском крае – 19 700 рублей. У работающих – 15 600. Барнаул Скорбит. На мемориале славы в краевой столице зажгли десятки свечей, которые сложили такую надпись и контур изображения журавля. Почтить память погибших во время теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле пришли первые лица нашего региона – общественники и неравнодушные горожане. Люди пришли сюда отдать дань невинно убиенным и показать наше общее отношение к этому всему. И Барнаул, и жители Алтайского края с такой же болью и с содроганием восприняли эту весть горькую. И это акция показать, что мы все вместе, мы сплочены, и нас не запугать. Но каждого помним, будем помнить. Организаторы акции «Журавли» в Барнауле – Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. Она проходит по всей стране. Такой символ выбран непросто. «Журавли» – одна из самых известных песен Муслима Магомаева, имя которого и носит концертный зал «Крокус-Сити-Холл», где произошла страшная трагедия. По последним данным, там погибло 139 человек. Еще 182 получили ранения. Эти дни жители Алтайского края, граждане повсеместно на стихийные мемориалы несут цветы, несут игрушки в память о погибших. И молодежь очень активно это делает. Это, конечно, говорит о единстве нашего народа, о том, что в сложные времена, когда случается какое-то горе, мы объединяемся, плечом к плечу стоим, поддерживаем друг друга. И это единое сплочение, объединение людей, энергетика. Конечно, молимся за то, чтобы души нашли успокоение. Любители фигурного катания приглашают на одно из самых ярких культурно-спортивных событий – ледовое шоу «Этери Тудберидзе». Дорогие друзья, я, Тудберидзе Терри, приглашаю вас на ледовое шоу нашей команды. Вас ждет праздник спорта и искусства на льду. Приходите. Это шоу объединило лучших фигуристов и воспитанников тренеров «Этери Тудберидзе» Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. В составе команды «Тим Тудберидзе» выступят выдающиеся спортсмены и звезды сборной России, в том числе олимпийская чемпионка Алина Загитова, вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Трусова, а также серебряные призеры Олимпиады и чемпионы Европы и России Евгений Тарасов и Владимир Морозов. Зрители увидят знаковые постановки и оригинальные показательные номера, которые включают сложнейшие элементы. Шоу состоится 3 апреля в Титов-арене без возрастных ограничений. Неделя алтайского спорта началась на выставке в форуме «Россия» на ВДНХ. Впереди 6 тематических дней, посвященных разным видам спорта. Сегодня свои достижения представила Федерация кикбоксинга Алтайского края. Ее президент Вячеслав Перерядов рассказал гостям выставки об истории кикбоксинга в регионе и преемственности поколений. Посетители стенда приняли участие в спортивных интерактивах, познакомились с достижениями алтайских спортсменов и более 50 человек поучаствовали в фотоконкурсе «Я – кикбоксер» и получили подарки. По сведениям Алтайского гидрометцентра, в ближайшие дни ночные температуры в крае не опустятся ниже 6 градусов мороза. Днем столбики термометров местами будут превышать отметку в 10 градусов тепла. Сохранится порывистый ветер. В Барнауле небольшой мокрый снег сегодня возможен. Температура ночью – минус 4, плюс 2. Днем – плюс 3, плюс 5. В последующие двое суток днем будет еще теплее – плюс 6, плюс 10 градусов. Ветер переменных направлений – 2,10 метров в секунду. Однако синоптики сообщают, что практически всю неделю будет идти дождь. Осадки ожидаются с четверга по субботу. К этому часу пока все. Нашим телезрителям я напомню, что эти и другие новости вы всегда можете найти на нашем официальном сайте – katun24.ru. Также не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. Мы есть во Вконтакте, в Телеграме и в Одноклассниках. Обязательно предлагайте свои темы. И о самых интересных мы расскажем в эфире нашего телеканала. И не забывайте смотреть кота-погоду на katun24. Это были все новости к этому часу. С вами была Елена Самарина. Не переключайтесь и хорошего вечера.